всем привет в зависимости от автомобиля необходимо настраивать центр масс автомобили бывают разными разные длины высоты и так далее да у каждого автомобиля необходимо найти центр масс чтобы не было неких моментов когда ты допустим едешь и у тебя на кочке автомобиль втыкается прямо допустим передом да давайте протестируем посмотрим я сделал вот такой трамплинчик разгоняемся но сейчас еще более менее удачно получилось еще раз попробуем ну или как-нибудь так вот повернуть тоже да но соответственно все зависит от того какой размер автомобиля все-таки и высота как менять этот центр масс мы можем зайти в наш автомобиль нажимаем на мэш которая является сам кузов да и крутим вниз до места где написано физикс если у вас вот так вот сверну тогда вы открываете полностью физику и здесь вот есть у вас центр масс смещение центр масс по иксу по иксу по z да да а также еще имеется мы с кейл масштаб массы с этим моментом вы тоже можете поиграться определенное значение какие-то поставить но это уже после того как корректно настроить и центр чтобы его увидеть вообще да то есть мы по сути не видим где он находится но есть возможность мы выходим сюда давайте вот перекинем наш автомобилю сюда справа чтобы могли редактировать вот наш центр масс и здесь мы включаем во-первых браш вайфрейм как вы видите да мы его насквозь видим и далее заходим в шоу advanced здесь у нас есть mass properties ставим галочку и вот у каждого мыши появляется центр масс допустим у колеса у каждого да и у кабины вот он находится где примерно да так конечно немножко сложно но можно понять где примерно есть он то есть мы будем здесь крутить но и это влево вправо так здесь оставим центром центр середине нужно быть мы можем приподнять его можем опустить все зависит какая высота если у вас центр масса оказался слишком высоко при поворотах ваш автомобиль будет наклоняться сильно и возможно переворачиваться данном случае если я опущу вниз он будет более-менее сильно прижать к земле и также можно вперед назад смещать его вот смотрите если я поставлю его там где двигатель мы это прям четко почувствуем опа и у нас автомобиль просто приподнялся от центр масс так тоже нельзя делать нам необходимо как раз таки корректировать более-менее верно примерно рассчитывайте что как будто бы у вас двигатель здесь тяжелее и соответственно ближе к двигателю смещаем его по высоте но здесь уже более-менее как-то самостоятельно рассматривайте свою модель я представляю что где-то центр масс должен быть находиться возле руля по сути да где-то так давайте проверим как это будет у нас в движении точнее в прыжках и так далее всяких вещах вот видите да он более начал так наклоняться в сторону двигателя ну как стандартный нормальный автомобиль также есть нюансы допустим передвижение в таких сложных плоскостях здесь видите он прям носом начинает клювать но и заодно у меня здесь конечно коллизия это автомобиля немножко задевает как вы помните там был куб но уже более-менее нравится симпатично движение да то есть ну пойдет пойдет и вот так вот центр настраивать так где у нас авто то есть так вы не увидите естественно до brush frame если мы поставим выше допустим вот здесь где-нибудь да ничего и на вдруг полу подняли повыше при движениях вы видите он слишком накоренает так скажем у него идет и вот сейчас вот начался даже занос дополнительная кстати только лишь газ даю если вы поднимаетесь на каких-нибудь вот таких вот штуках вас просто начинает тянуть к верху или к боку как вы расположили давайте увеличим смещение точнее это масштаб массы давайте вот допустим 10 раз даже приподнимается колеса уже земли но относительно вот этот масштаб массы он как-то наверное все таки ну вот видно было что она даже едет боком чуть-чуть когда превышает угол определенный и вот такие вот даже когда отпускаешь газ поворот и так далее он и продолжается движение вот все это зависит от массы а на этом все в общем если что-то интересное пишите до скорой встречи пока